Что ты? Гангстер какой-то? А? Гангстер? Поймать максимальный рейтинг Дебруина? Ну это прям вообще жесть. Также, да, я ловил в паке, спасибо, Пандос Садио Мане. Но хотелось, конечно, большего. И это больше произошло на одном из моих последних стримов, который проходил для избранных людей. Потому что ситуация какая была. А я сидел, что-то курил кальянчик, выпивал на кухне в соло, что-то смотрю, 3 часа утра. Или ночи, кому как удобно. Я думаю, блин, почему бы не запустить стримецкий? А если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт по продаже монет в описании. Пандаконь. Все, поехали, 50 пиков. Первый пик. Опа, нихуя начало, блядь. Серхи Бускетс. Приятный пик, 85-86. О, ебать, ну хоть что-то хорошее. Минди 83. Если надежда на что-то хорошее. Вот Гинтер 86. Так, за первые 50 пиков мне лучше упал Минди ЛЗшник. Хуя хотя бы контент. Че, я так много упрошу, что ли, блядь? Из 100 пиков, блядь, контент одного. Неужели я так много упрошу? Уилсон Манафа. Окей, хорошо. Окей. Манафа, это, конечно, супер топчик. Базару 0. Ох, Холланд 88. Ууу, я так рад, пиздец, блядь. Обосраться, а че си? Ну, слушайте, тонали это неплохо. Но он у меня уже есть, но он у меня есть продаваемый. То есть я могу продаваемый продать и этого оставить. Не, статуи у тонали прикольные. Базару 0. Вопрос в другом. Сможет... Ух, ебать! Вот оно, ребята, вот оно, праздник на моей улице, сука, нахуй! Вот оно, блядь, праздник, блядь! Ууу! Боже, 100 пиков не зря. Не зря я их щелкал. Ой, какая красота, друзья, друзья. Че хочется сказать? За Наймара я еще в этой части FIFA не играл. И вот, наконец-таки, яшники предоставили мне такую возможность сыграть за эту прекрасную карточку 91-го рейтинга. Блядь, Наймар, сука, я не верю, блядь. Неужели? Первая достойная карточка в этой части FIFA. Ну, не считая Мане. Но Мане у меня тоже был антрейд. Да, в том году я тоже Наймара вытащил. Где-то под Новый год, вроде, насколько я помню. Да, друзья, вот так вот падает мне Наймарчик. 5 плюс 5, 91 рейтинг. Он до сих пор стоит 1 лямчик, не подешевел. Многие говорят, что он не тот, что был FIFA 21. Да, возможно. Да, он немножко мне заруинил историю о том, что я хотел купить себе Джинолу. У меня даже бабки накоплены были на него. Теперь я не знаю, как мне быть. Как мне купить Джинолу и залинковать его в своем составе. Кстати, на следующий день я пошел еще немножко пакцы пощелкать в свою счастливую комнату. И мне упала интересная ЛЧ карточка. Как-то вот внезапно, ребята, у меня пошел винстриг в этой игре. На данном этапе вот таким вот образом выглядит мой составчик. Здесь вы можете заметить еще одну интересную карточку. Это Сека Фафана. Такой, скажем, бюджетный гулит. Статы практически все 80 плюс. С ударами чуть-чуть зажали. Вы просто гляньте, какие фингалы у меня под глазами. Ай, блядь, когда-нибудь я высплюсь в этой жизни. Нет. Так, давайте смотреть. Первый составчик. Фикирчик в атаке. Только ленивый, как мне кажется, не собрал фикира. Я думаю, что многие видели этот рофл от Байра у себя в твиттере. Забавно, конечно, получилось. В первую очередь будем делать акцент на игре Наймара и, собственно, Фафаны. Конечно, моделька Фафаны чувствуется тяжеловатой. Типа, как будто он, блядь, 3 метра ростом. Так. Наймар. Наймар! Хо-хо, вот вам и Наймарчик, ребята. Первым же ударом забивает гол. Хорош. А почему у меня варан травмировался? Можно вопрос? Типа, этот чел даже к моим воротам не подходил. Ты чё, варан, блядь? Ты на ровном месте подскользнулся, упал или чё? Так, Фафана. Вот, Фафана хорошо на втором этаже сейчас сыграл. Прошу заметить. Так, Фафана делает отбор. Молодец. Буду хвалить его в этом выпуске, чтобы в дальнейшем получше играл. Теперь надо ещё пасы его проверить. О, пасы, это добрый вечер. Я давал на Наймара, блядь. Так, вот теперь ещё один отбор делать. Не, Фафана прям хорошо выжигает на пару с Роберто Карлосом. Давай, 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 дальше Наймар. Хорошо, хорошо, Наймарчик. Пас нужно делать. И надо забивать. 2-0. Хорошо. Так, Фафана ещё один перехват. Так, Фафана ещё раз сжирает. Не, Фафана прям очень хорош. Ну, типа, вот даже сыграв два матча, я чувствую, насколько он цепкий в отборах. Так, смотрим на Наймарчика. Хорошо, блядь, как им приятно управлять. Ребята, как им кайфово управлять. Блин, сейчас я, конечно, перемудрил чуть-чуть. На, блядь, Наймар хороший. Три ёбаных ноль, и соперник, скорее всего, ливнёт, да. Ну, Наймар лучший игрок матча, гол плюс ассист. Фафана 7,6, сделал, видимо, много отборов. Так, я делаю ещё один вин, и я, ребята, попадаю в третий дивизион. Вот там будет жаришка, чувствую. Ей, ребята, прогресс в сезоне у меня практически достиг 30-го уровня, а я до сих пор не знаю, кого из этих говнарей брать. Блин, ну за 29-й уровень давать вот такую вот срань, ну это прям какое-то неуважение. Для меня до сих пор осталось загадкой, что тогда случилось с Вараном. Ой-ой-ой, нихуя себе, Литманен в атаке. Ну, это прям серьёзно, я боюсь. Так, Фафана. Имеет очень длинные ноги, я вам напоминаю. А Месси имеет классный лонгшот, если не ошибаюсь. Нет, я не ошибаюсь, кстати, смотрите. Что был патч, ребята, что не был. Для некоторых футболистов видите, что это прям вообще не проблема. Так, подача. Давайте на Фафану попробуем. На Фафану! Ой-ой-ой, Фафана! Мог сейчас забить головой. Так, попыточка 2 на Фафану! Да что ж такое-то? Так, тише, тише. Блядь, ну я заебался уже пропускать какой-то кал бомжа, блядь. Блядь, всё, ребята. Цирк Шапито. Цирк Шапито выезжает. Я, блядь, я, блядь, не знаю нахуй. Чего вообще говорить, блядь? Что это, блядь? Стоит защитник. Вратарь прыгает, сам себе закидывает, блядь. Так, мне похуй, это матч и должен быть камбэк. Подача. Бапе. А, его Эдерсон, конечно, будет брать, блядь. В него прям будет лететь. Ну, давай головой. А, конечно, его Эдерсон будет всё тащить, блядь. Конечно, это мой Алисон, долбоёб, блядь. Сам себе мяч в ворота заносит. Конечно, блядь, давай, делай. Пятьсотый, сука, сейв, блядь. Так, Роберто Карлос, выручай. Блядь, я не знаю, что мне делать, блядь. Как мне пробить этого ебаного Эдерсона. Блядь, я после этого матча куплю себе ебаного Эдерсона, блядь. Иди нахуй, блядь. Иди нахуй, блядь, Фафана, блядь. Хорош, 2-2, блядь, 45-ый. Иди сюда, блядь. Так, вот так вот делаем. Хорошо, блядь. Охуенно сыграл Неймар. Давай, теперь бегим, Бапич. Просто разъеби его, блядь. Разъеби. Как можно с такого расстояния так плохо ударить? Я не понимаю. У него вот Леопарте, блядь, по флангу бежит. Просто ебучий гений. За Леопарте по флангу бежит. Я в оху, блядь. С кем я играю, блядь? Кому я проигрываю? Бля, ребята, вы, блядь, ебанулись все разом. Бля, вот эта анимация самая бесячая в этой игре. Я не знаю, встречали вы или нет. Ну, наверняка встречали. Когда у вас защитник вроде такой проваливается. И вместо того, чтобы побороться за мяч, он такой. Ой, я отойду в сторону. Ой, меня что-то штормом занесло куда-то в сторону. Меня так настоебенила эта анимация, друзья. Все, нахуй, вынимай, блядь. О! О! Блядь, Фафана мог сейчас такой лонгшот забить. Так, мне нужны качественные замены. Дембеле и Мане. Так, вот. Вот оно, вот оно. Вот оно, друзья, вот оно. Ну, вот же оно, блядь. Снеймар, блядь. Вынимай, нахуй. Я в оху, блядь. Я в оху. Я в оху. Я в оху. Блядь, я в оху. Я в оху, блядь. Я в оху, просто. Я в оху, блядь. Я не знаю, блядь. Просто охуеннейший матч. Кик-офф. И в ответку сразу же кик-офф. Бля, какая охуенная игра, сука. Боже мой. Бля, это у меня всегда такие легендарные матчи получаются, друзья? Или у вас тоже вечно какой-то пиздюшатник происходит? Давай, 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 дембелешечка. Дембелешечка летит. Перебрасывай. Блядь, да как парашют в этой ебаной игре работает? Чекайте, ребят. Оооо, блядь. Шведой, блядь, в штангу, сука. Ну что, ребята, закончился этот астросюжетный матч. В принципе, если не считать того, что мне пиздец как не везло, матч получился прикольным, как мне кажется, по эмоциям. Маркиниуш, гол. Месси, гол. Неймар, гол. БП, ассист. Фафана, гол. Плюс ассист. Прошу заметить, смотрите, какую работу выполнил Фафана. Ну и Роберто Карлос, лучший игрок матча. Кто бы сомневался, два ассиста. Ну и статистика ударов, естественно, на высоте. 25 ударов у меня, 6 у соперников, в принципе. Давайте не будем обращать внимание. Обратим внимание на то, что я, наконец-таки, выхожу в третий, мать его, дивизион. Ну что, киберспортсмены, ждите меня, бойтесь, как говорится. Опять же, скажу, что Неймарчик очень крут. Я действительно рад, что я выловил эту карточку, даже в состоянии антрейда. Он, мне, думает, до каких-нибудь топовых тотсов продержится. Ну и Фафана тоже очень сильно порадовал. В принципе, сами видели, что играл он тоже достойно. Так что, если у вас есть возможность залинковать его в Лигу 1, линкуйте обязательно. То есть, это прям какой-то контент на максималках. Ну, на максималках в виде роста. Бегает, отбирает, даже голы забивает, ассиста отдает, что еще нужно для счастья. Еще и дальний удар имеет талант. Так что, вот. Если вам понравился этот видос, я надеюсь, что он вам понравился. Оставьте какой-нибудь классный комментарий. Лайкусик. Ну и, собственно, увидимся на днях. Пока-два.